Достигай Израиль и весь мир Шалом, мир и благодать всем вам, дорогие! Мы так благословлены тем, что в нашу жизнь излилась Божья любовь. Есть огромная разница между тем, кто имеет отношение с Богом, и тем, кто считает себя духовным, но не имеет этих отношений. Когда у человека есть отношение с Богом, то, отправляясь в красивый лес, как тот, что мы видели в Колорадо, он видит эти прекрасные деревья, горы, и всю красоту и величие творения. Видя все это, он просто не может не воздать Богу славу и не поклониться Ему за это. Человек, считающий себя духовным, в такой ситуации просто поклоняется природе. Но Бог желает, чтобы мы реагировали на Него, на Его величие. Думаю, тут важно понять, почему мы это делаем, почему мы подавляем истину, почему мы бежим от истины и пытаемся подавить ее, вместо того, чтобы остановиться и взглянуть ей в лицо. Важно знать Божью истину. Я знаю, что всю мою жизнь, с самого детства, Бог что-то вкладывал мне, и мне очень важно знать, что именно. Я всегда говорила Бог, как бы неприятно это было, я все равно хочу знать правду. И я молюсь о том, чтобы во время этой программы у вас появилось желание узнать истину. Чтобы в нашей жизни была стабильность, нам нужны два фактора. Во-первых, мы должны облечься Божьей энергией, которая доступна нам через наш разум. То есть нам нужна логическая сторона Бога, но нам также нужна и эмоциональная сторона Бога. Соединив логическую часть в голове и эмоциональную часть в сердце. Соединение этих двух аспектов помогает нам ходить в полноте. Мы знаем, что Бог создал человека по своему образу и подобию, мужчину и женщину. Они оба похожи на Бога, но отражают разные стороны Его природы. С одной стороны, это строгая логика, а с другой — это эмоции и чувства. Обе стороны важны, обе нужны, и им нужно работать вместе. Почему я заговорил об этом? Потому что сейчас мы перейдем к изучению песни-песни. В этой книге Библии мы видим эмоциональную сторону Бога. В других книгах, например, в притчах, мы видим разум Бога и его логику. А в этой книге, которую мы разберем сегодня, мы видим сердце, интуицию и чувства Бога. Это одна из моих любимых книг в Библии. Я рекомендую вам заказать весь наш курс по этой книге, а сегодня мы продолжим с 4 стиха 1 главы. Итак, трава сохнет, цветы вянут, а Слово Божие пребывает вовеки. Мы благословляем нашего Небесного Отца и благодарим Его за то, что Он открывает нам Свои истины. Отец, я благословляю Твоих детей и молюсь о том, чтобы Ты открыл им то, что Ты желаешь. Во имя Иешуа. Аминь. Суламифь — это прообраз церкви и пример того, какими должны быть мы с вами. Она говорит Господу, «Влеки меня, мы побежим за Тобой». То есть у нее в жизни две цели — знать Иисуса, «Влеки меня к Себе» и быть Его партнером в Его миссии. Давай бежать вместе. Я много говорил об этом на прошлой неделе, а теперь продолжим читать этот стих. «Царь ввел меня в чертоги Свои». Я хочу повторить то, о чем мы говорили, чтобы связать все это вместе с фразой «Царь ввел меня в чертоги Свои». Песни-песни рассказывают о том, как иметь отношение с Богом. В этой книге мы следим за развитием отношений невесты Суламифь. У нее все началось с жажды по Богу, которая появилась после встречи с Ним. В последующих главах мы читаем о том, что происходило в ее жизни, что привело ее к зрелости, к познанию Бога и постоянным отношениям с Ним. Итак, началось все с первой встречи, которую я называю «встреча в чертогах». Ее сердце было открыто для Бога. Почему? Потому что Бог работал в ее жизни. Поэтому она сказала «влеки меня за собой». Как сказал Иисус, «Не вы избрали меня, а Я избрал вас». После этого она стала желать Бога и стремиться к Нему. Но она понимала, чтобы прийти к Нему, Он должен привлечь ее сверхъестественным образом. Поэтому в третьем стихе она говорит «влеки меня к себе» или «влеки меня за собой». Именно благодаря Его работе в ее жизни она захотела идти за Ним. С одной стороны, она понимала, что это ее выбор. Она сказала «я хочу быть с твоим партнером», «я хочу быть с тобой». Она имела внутри неутолимое желание быть с Ним, и это желание было результатом ее воли. Но при этом она понимала, что нуждается в том, чтобы Бог влёг ее к себе. Поэтому она сказала «влеки меня и побежим за тобою». И когда она вызвала Господу, что-то произошло. Господь ответил на ее просьбу и пришел к ней, и она пережила такую близкую встречу, что ее сложно описать словами. Мы читаем о ней во второй части третьего стиха. Давайте прочитаем это вместе. «Влеки меня, мы побежим за тобою». Царь ввел меня в чертоги свои. Я называю это «встречей в чертогах». Многие из вас знают, о чем я. Вы уже пережили подобную встречу с Господом. В вашей жизни был момент, когда к вам пришел Дух Божий, и вы были абсолютно уверены, что вас окружает Божья любовь. То есть вы пережили сверхъестественное прикосновение. Думаю, вы помните, как в первые дни вашего христианства вам казалось, что Бог повсюду. Многие из вас помнят, когда вы только пришли к Богу, в вашей жизни происходило множество чудес. Нам казалось, что мы так близки с Богом. Так было и с ней. Ее путь только начался. Бог пробудил ее и привел к себе, а потом ввел ее в свои чертоги. А у вас были подобные переживания? Я хочу помолиться за всех вас, за всех, кто переживал и испытывал Бога лично в своей душе. Отец, спасибо за всех, кто смотрит нас сейчас. Спасибо за то, что ты открылся им и коснулся их. Они познали тебя. А еще я хотел бы помолиться за тех, кто еще не переживал твое прикосновение. Я молюсь за наших зрителей, Мой Отец. Они очень сильно желают пережить твое прикосновение. Они хотят знать, что ты любишь их. Они хотят почувствовать тебя. Они хотят знать наверняка, что ты живой, реальный, и любишь их. Отец Небесный, Я молюсь о том, чтобы ты дал им пережить встречу с тобой в твоих чертогах, как эта невеста из «Песни песни». Отец, введи нас в свои чертоги. Целуй и обнимай нас, как просила Суламифь. Помоги нам понять, что ты настоящий, и ощутить твою любовь. Помоги нам познать тебя. Дай нам такие переживания, которые останутся с нами навсегда. Отец, мы любим тебя и взываем к тебе, как Суламифь. Влеки нас к себе. Дай нам быть твоими партнерами по жизни. И введи нас в свои небесные чертоги. Мы молимся тебе, наш любимый Отец, во имя нашего Господа, Яшуаха Машеаха. Аминь. Ну а далее мы продолжим с того места, где сказано, «Царь ввел меня в чертоги свои». Напоминаю, что книга «Песня песней» — это путешествие по божественной любви, а также описание нашего пути с того момента, как мы были младенцами во Христе, до того, как мы станем зрелыми в Нем. Наша духовная жизнь началась с Божьего поцелуя. Мы поняли, что Бог реальный. Он ожил для нас, и нам казалось, что все наши молитвы были отвечены. Это был очень эмоциональный период для нас, но спустя какое-то время нам стало казаться, что мы уже не чувствуем ту близость, которая была в начале. То же самое было и в жизни Суламифи, но об этом чуть позже. Да, мы пережили встречу с Богом. Все казалось настолько живым и реальным, но со временем в нашей жизни наступила фаза, которую часто называют сухостью в отношениях. Наши чувства уже не так сильны, и мы уже не ощущаем ту близость, что и прежде. Я хочу показать вам, что это нормально и вполне естественно. Почему так происходит, и что с этим делать? Пока продолжим читать. «Царь ввел меня в чертоги Свои. Бог коснулся ее. Она пережила поцелуй Божьей любви и поняла, что любит и любима. В ее сердце произошло что-то настолько священное и интимное, ведь царь ввел ее в свои чертоги. Это говорит о близкой и личной встрече, где она пережила любовь самого Бога». Затем мы читаем ее реакцию. «Будем восхищаться и радоваться Тобою». Это говорит о том, что время от времени мы должны напоминать себе о том, что Бог сделал для нас, и благодарить Его за это. Суламиф сказала, «Будем восхищаться и радоваться Тобою». Она прообраз нас с вами. И таким образом Господь учит нас, как реагировать на Его любовь. Она любит Его всем сердцем. Во имя Иисуса из Назарета я провозглашаю исцеление ваших конечностей, ваших костей, никакого рака, диабет, уходи, заболевания, печени. Убирайтесь прочь. Когда мы проповедуем Евангелие, мы всегда демонстрируем Его сил. Иисус сказал, «Если не верите Моим словам, то поверьте Моим делам». А еще Он сказал, «Такие знамения будут сопровождать верующих, возложат руки на больных, и те выздоровеют. Пленные выйдут на свободу и заговорят на новых языках. Покажите мне, как вы прыгаете. А когда ваша отечность сошла прочь? Сегодня. Сегодня шесть лет вы носили очки. Верно? Теперь я вижу». Этот человек пришел сюда слепым. Но после сегодняшней молитвы этот глаз открылся. Посмотрите сами на его правый глаз. Эта женщина была слепой, а вот это ее сын. Еще сегодня вечером Он кормил ее из ложечки, потому что она ничего не видела. Она говорит, что до этого она ничего не видела. Хочу спросить вас, сколько раз Господь делал чудеса в вашей или моей жизни? Отвечал на молитвы, а мы даже не удосужились прославить Его за это или просто поблагодарить. Помните, как Иисус исцелил десять прокаженных? Сколько из них вернулись, чтобы поблагодарить Его за исцеление? Только один. Иисус спросил, а где остальные девять? Разве они не были исцелены? Не думаю, что это уникальная ситуация. Один вернулся. Думаю, так Иешуа показывает нам нашу человеческую природу. Такова картина современного мира. Когда Бог ответил на молитву «Суламифь» и пришел к ней, а также показал ей свою любовь, она ответила, «Будем восхищаться и радоваться тобою. Я буду благодарить тебя и радоваться тому, что ты сделал для меня». Это звоночек для нас с вами. Давайте будем благодарными и радостными. Давайте радоваться тому, что Он сделал для нас. Не так давно Господь проговорил ко мне. Это был слышимый голос Господа. И Он сказал мне, «Радуйся постоянно, и ты победишь любые преграды». Радуйтесь постоянно, и вы победите любые преграды. Мы с вами постоянно сталкиваемся с сопротивлением. Силы тьмы постоянно выступают против нас. Зачастую это не что-то видимое, а то, что происходит в духовном мире. Тьма постоянно давит на нас. В этом мире действуют силы зла и тьмы, и мы иногда можем быть расстроены или разочарованы из-за этого постоянного давления извне. Мы даже перестаем быть благодарными и перестаем радоваться. Враг так сильно бьет по нам, что мы не обращаем внимания на все то хорошее, что происходит в нашей жизни. Недавно я услышал одно свидетельство известного человека. У его видео на Ютюбе было 50 миллионов просмотров. Они по всему миру продавали свои альбомы миллионными тиражами. Все думали, что дела у них идут нормально, но они сами рассказывали, что все это время думали только о двух людях, которые раскритиковали их в какой-то газете. Хотя у них были миллионы поклонников, обожающих их творчество, вместо того, чтобы радоваться тому, что ими восхищаются миллионы, они зациклились на двух критиках, написавших о них что-то плохое в маленькой газетенке. И мы с вами можем вести себя так же. Бог может делать много хорошего в нашей жизни, как в случае Суламифь, которая пережила удивительную встречу с Богом. Она ощутила его любовь и радовалась этому. В нашей жизни Бог делает много хорошего. Он благословляет нас, отвечает на наши молитвы, заботится о наших семьях, о нашем здоровье. Я понимаю, что у вас могут быть проблемы. Но при этом Бог делает для нас очень много хорошего. Мы проснулись сегодня, мы дышим, мы думаем, мы не заслуживаем того, чтобы жить, и каждый наш вдох — это подарок от Бога. Мы не заслуживаем быть здесь, но Бог дал нам пищу, мы можем чувствовать ее вкус и получать удовольствие от нее. Но вместо того, чтобы фокусироваться на всем хорошем, что с нами происходит, мы фокусируемся на плохом. И поэтому мы постоянно расстроены, сердиты, подавлены или напуганы. А нам нужно быть благодарными и восхищаться Его любовью. Но здесь мы часто допускаем ошибку, потому что силы тьмы очень сильны. В послании к Ефесиным Павел написал, что мы сражаемся не против плоти и крови, а против сил и властей тьмы. И вы должны понимать, что вы участвуете в сражении. Дьявол не хочет, чтобы вы радовались. Силы тьмы не желают, чтобы вы были благодарными. Но мы должны напоминать себе, что наша ответная реакция на Бога — это постоянная радость и благодарность. Послушайте, что она сказала. «Будем восхищаться и радоваться тобою». Я призываю вас развивать в себе смирение и благодарить Бога за все те мелочи, которые Он делает в вашей жизни. А не фокусироваться на негативе. Приведу вам один пример. Я спросил у одного человека, «Как твои дела?» У него были проблемы со здоровьем, и у него были финансовые трудности. Но когда я спрашивал, «Как твои дела?» Он всегда отвечал, «Лучше, чем я того заслуживаю». Это правда и о нас с вами. Мы даже не заслужили жить, поэтому мы должны быть благодарны за все, что Господь делает для нас. Когда мы живем так, как жила Суламифь, а именно, произносим такие слова, «Будем восхищаться и радоваться тобою». Когда наша жизнь полна радости, как нам велит Писание, всегда радуйтесь. Писание говорит «радуйтесь» и еще говорю «радуйтесь». Пусть эта радость будет известна всем человеком, и кротость ваша также. Даже когда мы фокусируемся на положительных вещах и благодарим Бога за все хорошее, то у нас появляется дух радости, веселье, а это отражает природу Бога. Даже сила Божия приходит от Его радости. Поэтому давайте выбирать радость. И пример Суламифи «Учат нас тому, как жить с Богом». Ее путь — это путь к божественной любви. Ну а мы пойдем далее. Она вошла в чертоги царя, встретилась с Ним. Она полна радости и благодарности, и она не принимает все это как должное. Она замечает все это и говорит «Спасибо, Отец, за все это. Я буду радоваться этому. Я не забуду, а буду помнить. А также я буду славить и поклоняться Тебе, превозносить ласки Твои больше, нежели вину». То есть она приняла решение фокусироваться на хорошем, благодарить и славить Его. Она сказала «Я буду превозносить любовь Твою больше, нежели вину». Вы должны знать, что люди славят Иисуса, потому что это их осознанный выбор. Вспомните Иова. Он сказал «Даже если будет бить меня, я буду доверять Ему». Он решил, что будет верно славить Бога и своего Творца. Он решил верно превозносить Иисуса своей жизнью. Он решил, что в его жизни Иисус всегда будет на троне. Он решил любить Бога, восхищаться Им и доверять Ему. Он говорил «Отец, я славлю Тебя». Я провозглашаю, что Иисус сидит справа от Тебя. Он прекрасен. Я буду поклоняться Тебе и превозносить Твою любовь и Твоего Сына больше, чем что-либо в этом мире. Аминь. Такой вот дух хвалы должен быть и в нашей жизни. Если мы ходим в хвале, мы имеем силу. А знаете, что делали израилетяне перед тем, как идти на войну? Они славили Бога. Они превозносили имя Господа, дули в трубы, славили Его и поклонялись Ему. А затем двигались в селе. То же самое здесь делает Иисус Ламифь. Она славит, благодарит и превозносит Бога. Превозносить ласки Твои больше, нежели вино. Надеюсь, то, о чем я говорю, не сходит с Вас, как с гуся вода. Вам нужно принять решение жить таким образом. Примите решение. Каждое утро думать о том, что Ваша жизнь — это подарок. Вы ничего не заслужили. И я ничего не заслужил. Все, что мы имеем, — это дар от Бога. Что мы сделали для того, чтобы заслужить свое появление на свет? Ничего. Наша жизнь — это дар, и мы должны благодарить Бога за нее. Мы должны просыпаться по утрам с такими мыслями. «Отец, я поклоняюсь Тебе и славлю Тебя». А когда вам трудно, будьте честны с Богом. Он знает о ваших трудностях. Расскажите Ему, что вы чувствуете. Но при этом вы можете сказать, «Несмотря на все это, я люблю Тебя, Отец, и доверяю Тебе». Таким было отношение с Уламиф. На следующей неделе мы будем разбирать важную тайну. Не пропустите. А сегодня, перед сном, я хочу, чтобы вы помолились и сказали, «Отец, используй это учение Равина Шнайдера по книге «Песни песней», чтобы изменить мое сердце и перенастроить мое мышление. Отец, спасибо за это слово. Спасибо за то, что ты вкладываешь в мою жизнь. Я буду вечно благодарен Тебе и с нетерпением жду нашей встречи лицом к лицу». Господь дал Моисею конкретные указания относительно того, как благословлять детей Израиля в книге числа 6 главе с 22 стиха. Господь сказал Моисею следующее, «Так благословляйте сынов Израилевых, да благословить себя Яхве и сохранить себя». Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Субтитры создавал DimaTorzok Мы хотим радоваться вместе с вами Ваше свидетельство вдохновить других Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего Вы по-прежнему сражаетесь с грехом? В следующий раз вы узнаете, как Бог смотрит на вас и как вы можете победить грех в своей жизни Возлюбленная Бог дал мне дар прорыва, но для создания возможности прорыва нужны деньги. Вот почему я хочу предложить вам стать ежемесячным партнером передачи «Узнавай еврейского Иисуса». Есть множество людей, которые еще не знают о Господе, и мы не сможем достичь их без вашей помощи. Если Господь благословляет вас через это служение, если вы верите в то, что мир должен услышать те слова, которые я говорю, и что они могут помочь людям, то я хочу попросить вас стать партнером Господа через нашу передачу. Я уверен, что за все, что мы делаем для Царя Иисуса, нас ждет награда». Возлюбленная, благодаря вам мы можем проповедовать Евангелие, которое нам передал апостол Павел. Многие из вас понимают, что нужно исправить то послание, которое провозглашают сейчас. Разбирая послание к кремленам стих за стихом, мы начинаем понимать, каким на самом деле является послание Евангелия. Люди должны услышать эту истину. И Ишуа дал нам поручение, которое состоит в том, чтобы проповедовать Евангелие всему творению. «Возлюбленные, мы должны проповедовать то Евангелие, которое вы слышали сегодня. Благодаря вашей финансовой поддержке, миллионы людей по всему миру слышат радостную весть о Мессии и Иисусе». «Возлюбленные, когда вы участвуете в нашем служении, вы участвуете в подготовке атмосферы Земли к возвращению Царя Иисуса. Вы повинуетесь тому, что Он сказал вам нести радостную весть о Его скором возвращении. Поддержите нас своими финансами, потому что это духовный закон Царства». Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На Земле многие из нас верны Господу финансов. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова